В день памяти и скорби в России приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные события. Страна чтит память погибших в Великой Отечественной войне. Президент России возлагает цветы к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Цветы с траурными лентами ложатся на тяжелые блоки с названиями городов-героев и к знаку города воинской славы. Сегодня тяжелая, трагическая дата. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. Потому что их испытания, те страшные годы, буквально впечатаны в нашу память. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины. Вечная им память. Общенациональная минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне началась одновременно во всех регионах страны. Ровно в 12.15 по московскому времени. Именно в это время, 80 лет назад, в 1941-м, комиссар иностранных дел СССР Молотов сообщил по радио о начале войны. В Саранске цветы к памятнику воинам уроженца Мордовии возлагает Артем Сдунов. У монумента он преклоняет колено. 22 июня в нашей стране вспоминают не только тех, кто не вернулся с полей сражений. В этот день чтят подвиги тех, кто ковал победу в тылу. Умер от голода и лишений. Сгорел в концлагерях смерти. Для офицеров это день все-таки памяти, скорби. Многие деды, наши отцы защищали эту Родину. И как бы мы о них помним и гордимся ими. Трагичная дата. У меня у самого предки все воевали. Слава Богу, вернулись с фронтов живыми. Ну, сегодняшний день, воистину, мир потрясла тогда это внезапное нападение. И я считаю, это очень трагичный день. В Москве в День памяти и скорби военные роты почетного караула зажгли лампаду от вечного огня с могилой неизвестного солдата и доставили ее в главный храм вооруженных сил России. А также к местам братских захоронений в пунктах дислокации войск. Юлия Парунова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова